Муж Мула уже у нас кругом, ой, кругом и всюду Муж Мула. Вкусняшка. Собака, это чья? Hello! Дяденька ходит издалека, издалека ходит каждый день и собирает бумажки у нас в районе. How are you? Good. Good. Окей, набрала целую руку Муж Мулы. Do you like it? No. No? You have to try it. It's so good. Yeah, they are good. На эти девочки, попробуйте. Пожалуйста, не снимайте, пожалуйста. Я не снимаю, я не снимаю тебя. На, попробуй. Не, не, спасибо, я не хочу. Раньше мыли бутылки, продавали такие вот, помнишь, помнишь такие, как они? Ага. Ёрщик, ага, Ёрщик. Посмотри, как красиво. Я долго искала, где здесь купить этот Ёрщик. Ага. Не, ну ты это не помоешь, понятное дело, но очень похож на Ёрщик. Короче, с дичонками гуляем, уже 2 километра болтаем. Ой, как красиво, боже мой. Это они еще только-только распускаются, скоро они станут такими большими и такими яркими. Такие более густыми. Все дерево в Ёрщиках. Смотри, какой цветочек. Прям цветочек-цветочек. О, бутончик. И вот он бутончик. Ай, посмотри, какая пальма. Я такого еще не видел. Сегодня 23 марта, да? Смотри, какая это. Ага. Я тоже, кстати, не видела. Африканская пальма. Это нет, это по всей видимости, что... Голосы крутятся. Нет, это что-то растет. Это что-то растет в самой пальме. Да. Вон они, видишь, вон они, они растут. Да, это какой-то паразит растет в самой пальме. Ну, прикольно. Я такую вещь не видел. Кучеряк, красивый закат, сказочный просто. Вон какая тень у меня длинная. Прошли с мятычонками 2 километра по моему райончику. И вот тоже в пальму туда семена попадают и начинают расти. Вон целое как бы дерево. Чего только там не растет изнутри. Твой муж в Испанию, а ты в Ирландо. Да, да, да. Молодец. Я тоже в Заку. Не сидится дома в 18 лет. Чего нам дома сидеть? Нет, мне дома не сидится. Старость нам в доме не застанет. Старость меня в доме не застанет, точно. Я вообще сейчас стала объезжать. Просто взяла вот эти все проспекты. И вот я еду там в какой-то парк. Я еду отдыхать. Вот последний раз была в Моряками Мюзем. Я пришла, погуляла, покушала, рыбок покормила. И поехала домой, приезжая в Иське. Говорю, ну вот, нагулялась и пришла. Я как всегда слышу с анекдотами. Мужик, значит, загулял. Она ему говорит, слыши, дорогой, что это такое? Как это ты гуляешь? А я орел, птица вольная, куда хочу, туда летаю. Тут она загуляла, в шесть пришла, в два пришла, через два дня пришла. Говорит, это что? Он говорит, а она говорит, а я птица подневольная. Когда отпустили, тогда и пришла. Так вот и я говорю, нагулялась и пришла. Я как помню, слышишь, я поехала на фэшн-шоу на Майами. Два часа он мне на ночь и говорит, ты где? Я говорю, а где? Я еще в ресторане не побывала. Вот нагуляюсь и приду. Так что так же. Ну давай, выключай. Мород просто смешили, хватит. Гулялась и пришла, так что это моя тема. Так он надолго поехал? Он поехал на три недели. И они там, он поедет, он сейчас приедет в Мадрид. Из Мадрида он поедет в Толедо, опять два часа лета. А там они побудут недельку, и они там купили уже тур в Валенсию. Они уедут в Валенсию, потом опять приедут на недельку сюда. Потом он прилетит домой. Прилетит на три недельки домой. Вот так вот живут американские пенсионеры. Да, потом полетит. Полетел на три недели. Потом полетит к сыну. Не, 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 потом он полетит в Торонто у нас, другому сыну. Он сейчас полетел в Испанию? Да, сейчас в Испанию. Другому сыну в Канаду. Потом в Торонто, а на лето мы придумаем массу путешествий. Потому что, почему я тебя спрашиваю, сколько часов вы проводите в дороге? Ты сказала, ну 12. Нет, 12 дней, ну 8-10 часов я спокойно еду. Просто, когда мы едем в машине, мы 14 часов отматываем за день. Потому что он сидит, и я сижу. Пополам? Да, да, да. Поэтому у нас чуть полегче с этим делом. Мы, может быть, в этом году в Техас поедем. На машине или на? Только машиной. Техас, Вахай, это уже закон джунглей. Мы хотим ехать опять. А, он приедет, и потом, когда он уже приедет с этого... С Канады. С Канады, мы поедем в Норс-Каролайн, и у него там живет друг. И я смеялась. Он ему, значит, такую мысль положил, надо купить домик в гараж. А про я, помню, мы тогда разговаривали, помнишь? Ну да, друг у нас такой раз засуетился, поехал домик в гараж купил. Шикарный особняк, слышишь, два этажа там ручей, 5 гектаров земли, все. Ну, я ей говорю, ну вот, видишь, все как по плану. Теперь у нас есть домик в горах, собственно, управляющий. То есть мы приезжаем, ну там я когда что-то приготовлю. Хотя я всегда говорю, извините, дорогие друзья, я ехала. Отдыхать? Пожалуйста, все, обеспечьте мне. Ну, кто сейчас курицу в Коску купил, там будет тукурицу готовить. Ну, конечно, конечно. И все, и мы приезжаем, вот мы две недели сидим в лесу, объезжаем. И там, в этот раз, знаешь, что хочу поехать? Вот этот дом Мандербильши, помнишь, который-то? Эллочка Щукина, которая все боролась с Мандербильши. Вот я поеду, хочу посмотреть ее дом. А 160 комнат в доме есть, чтобы посмотреть. И там, значит, в комнате сама по себе и в каждой комнате телефон. Если ты заблудился, ты звонишь, и тебя выведут из этого дома. А еще там есть винные погребающие. Ну, оттуда уже не выйдешь. Если вынесут на худой конец, у меня же два мужика под боком. Выползешь, выползешь. Да, точно, пару, пару. Я к тому, что оттуда же не выйдешь. Не потому, что не выйдешь, а потому, что не выйдешь. Ну, поэтому точно, что в этом году уже дом в Мандербильдах. А в прошлом году мы поднимались в эти, в Blue Mountain Ridge. Вот и на эти горы на 6 километров машины. А оттуда спускаться, вообще всем советую съездить. Оттуда спускаешься, такие туннели. И вот вся дорога вот такая вот серпантинная. Эти туннели даже серпантинные. То есть он такой изгибистый, может быть. 12 туннелей пока спустились оттуда. Ну, любители мы тоже путешествовать машиной. Надо записать мне этот, Blue Mountain. Blue Mountain, Blue Mountain Ridge, North Carolina. Это где-то в центре, да, туда, ближе к другому штату. А там еще есть эта знаменитая гора, называется Чемнирок. Люди в 906 году, они купили гору. А что в этой горе есть там, я не знаю как, но гора очень высокая. Значит, в ней можно зайти, если ты не хочешь подниматься на гору, там можно купить лифт. И лифт возносится на 38 этажей. Обалдеть. И ты заходишь на эту гору. И Иська там был, он рассказывает, что там, значит, есть проходы пешеходные, а есть где пишут толстым людям не ходить. То есть они такие... Застрянут. Застрянут. И вот с этой горы все время стекает вода. Как она с той макушкой стекает? Как она туда добирается? Откуда там она вообще берется? Она туда качает, в конце концов. И вот это вот все. И там тоже свой парк, вот этот Лайк Лури знаменитый, который тоже там дорогие дома обстроен. Ну, ну, красиво, там уже путешествовали. Ну, вот на гору... А, нас не пустили, было холодно и скользко. Что вот даже бродя по этим дорожкам, чтобы... И я туда хочу. Ломали. КОНЕЦ